Всем привет! У нас тут очередные путешествия лягушки-путешественницы по различным аудиториям факультета в попытках продолжить читать наш курс про разработку приложений под Linux. На этот раз у нас нет проектора вместо проекта электронная доска, но вы, ребята, в ютубчике этого не увидите. Люди сидят, смотрят на эту электронную доску. Я надеюсь, что вам будет видно. Если вам будет не видно, можете сесть побыть. Доска так устроена, что ещё её, наверное, можно подкатить. Короче, будем разбираться. Вроде бы мы нашли здесь интернет, поэтому как минимум интернет у нас будет. А нам пора начинать. Вообще-то на сегодня я запланировал довольно развесистый рассказ. Пафос сегодняшнего рассказа будет состоять в трёх вещах, не в одной. Во-первых, речь идёт о том, что при разработке под Linux, как ни странно, именно под Linux, главное умение разработчика – это уметь читать. Читать документацию, разбираться в API, разбираться в логике и так далее. В действительности и всё остальное, какие-то конкретные функции конкретных библиотек окажутся довольно простой штукой по сравнению с самим фактом того, что вы въезжаете в некоторую предметную область. И вообще, возможно, это специфика меня как монтейнера пакетов различных в нашем репозитории. На мой взгляд, по крайней мере, скилл монтейнера именно в том и состоит, чтобы разобраться в некоторой предметной области на уровне достаточном, чтобы даже программировать какую-то логику в этой предметной области. И это, в общем, всё. Не надо быть суперпрограммистом, не надо быть суперпродуктивным разработчиком и так далее. Главное – уметь въехать в область. И в качестве примера такой области сегодня я попробую рассказать про терминал. Тот самый терминал, в котором мы уже в прошлый раз немножко поболтали, и я обещал, что будет побольше разговора на этот счёт. Давайте запустим какой-нибудь терминал. Напоминаю, что исторически терминалом называлось некое уконечное устройство обмена информацией между человеком и компьютером. Я очень люблю вот этот кадр. За ним, значит, два человека сидят напротив. Вот это вот, значит, пульт, если мне не изменит. Нет, это библиотека с перфолентами. А терминалом, обратите внимание, является вот такая печатная машинка под пальцами у… Это вообще-то… Кто узнаёт этих людей? Никто не узнаёт этих людей. Никто не узнаёт этих людей. Это Кен Томпсон и Денис Ричин. Я только пытаюсь понять, кто из них кто. Кажется… А мы сейчас это узнаем. А если вы не знаете, кто такой Кен Томпсон… Короче, Бородатый – это Кен Томпсон, соответственно, Бородатый – это Кен, а Бритый – это Денис. То это авторы языка программирования C, а заодно авторы операционной системы UNIX. Так, на секундочку. Так что это всё имеет прямое отношение к нашему разговору. Так вот, терминалом в данном случае вообще является такая клавиатура, аппаратно подключённая к компьютеру. Вот это компьютер, то, что напротив. И, как видите, альфаэдно сырое печатающее устройство, которое на бумажке, на таком рулоне печатает, значит, то, что компьютер собирается печатать. При этом важно понимать, что терминал – это не печатная машинка, а это именно отдельные два устройства. Одно из них по вводу байтов, а другое по выводу байтов. Когда-то давно, когда терминалы действительно были вот такими печатными машинками, можно было даже какое-то декорирование текста производить. Например, печатать один и тот же символ дважды по одному и тому же месту, и получался он типа жирный. Или печатать символ подчёркивания, а поверх него печатать буквы, получалась подчёркнутая буква. Вот такие хитрости были доступны 100 лет назад. Ну не 100, это какой год, 60 какой-то, а нынче 20 какой-то. Ну тоже, в общем, довольно давно, 60 лет назад. Ну вот, и в ровность с того времени сохранилась такая дисциплина, что некоторым оконечным устройством по обмену информации с пользователем является нечто под названием терминал, и этот терминал вводит и выводит байты. Вы нажимаете кнопочки на клавиатуре, они передаются в систему, система что-то хочет вывести, оно в виде байтов передаётся на этот самый принтер и печатается вот каждая буква в отдельности. Довольно скоро, конечно же, довольно скоро такого рода терминалы, за которыми сидят Денис и Кен, превратились в терминалы, которые я показывал в прошлый раз. Давайте мы их ещё раз посмотрим. Вот в такого рода устройства, про которые, напоминаю, всё ещё не является никаким компьютером вообще ни разу. Вот эта клавиатура, это устройство ввода, которое вводит байты, а это электронная лучевая трубка, которая на самом деле отображает выводимые байты, а больше ничего. То есть один байт, приехавший на терминал, выображается, видимо, в виде одного символа, это самая электронная лучевая трубка. При этом эта самая электронная лучевая трубка волшебным образом имитирует работу вот этой вот печатной машинки в том смысле, что помимо того, что при выводе буквы на ней появляется буква, при выводе, допустим, специального управляющего символа перевод строки, буквы начинают вводиться из другого места. Точно так же, как клавиши перевод строки на печатной машинке переводят строчку, потом прокручивается валик, вот это всё. Таким образом появляется некоторая унаследованная уже от печатной машинки идеология про то, что наше устройство вывода, наш терминал, это не только устройство для вывода прям просто байтиков. Некоторые из этих байтиков являются управляющими. Например, перевод строки. Для того, чтобы понять, куда, как и по каким правилам будет выводиться информация на терминал, пришлось ввести такой чисто синтетический аналог того места, над которым находится печатающая головка печатной машинки, это синтетический аналог называется курсор. Или курсор, я уж не знаю, как правильно. Вот эта оранжевая хреновина, это как раз курсор. Он отмечает то самое место, начиная с которого будет выводиться информация. И если, например, мы это увидим чуть позже, его переставить каким-то образом сюда, то информация начнёт выводиться именно отсюда. Я всю эту тупизну архаичную так подробно говорю, потому что так или иначе управление линукс-подобной и линукс-системной в частности происходит посредством этого самого терминала. Дальше больше. Поскольку передача самых обычных байтиков Сейчас, секунду. А вот сигнал эскалатуры. Поскольку передача самых обычных байтиков недостаточно для того, чтобы организовать полноценный диалог пользователя с операционной системой, не только вывод занимается рендерингом вашего текста на терминале, но и ввод с клавиатуры далеко не весь воспринимается как непосредственно ввод каких-то байтиков. Например, если мы сейчас будем нажимать буквки на эмуляторе терминала, а я забыл сказать, что в какой-то момент аппаратные терминалы тупо вымерли, я думаю, что таких мы только в музее теперь можем увидеть, а вместо аппаратных терминалов стали работать программные эмуляторы терминала, вот как, например, Xterm, который я сейчас запустил. Он с точки зрения операционной системы выглядит как устройство, которое умеет вводить и выводить байты, но на самом деле это программа, которая хитрым образом подключена к уже на этот раз совсем виртуальному последовательному порту, через который выводятся данные. Такая вот длинная цепочка legacy. Ну так вот, если мы сейчас начнем вводить какие-то буковки, эти буковки будут передаваться в качестве буквы к операционной системе, операционная система будет, если такая настройка имеется, рисовать их обратно. Напоминаю, что ввод и вывод это совершенно раздельные операции, можно сделать так, чтобы она их не рисовала. Но некоторые символы, передаваемые по терминалу, по терминальной линии, не воспринимаются как байтики, которые должны выводиться, а воспринимаются как управляющие. Например, я сейчас нажму Ctrl-C, то система получит, давайте это даже вот так сделаем, вот я передаю какие-то байтики, вот сейчас я нажму Ctrl-C. Ctrl-C мы нажали, но вместо того, чтобы передать операционной системой символ с кодом 3, а с кодом 3, в действительности произошло управление процессом, и вот этому процессу CAT был передан сигнал, кажется, сигнал. То есть некоторые при работе терминальной линии, не только вводятся и выводятся байтики, но вводимые байтики ещё как-то интерпретируются. Можно сказать, выдать команду из TTY, которая нам покажет параметры терминальной линии, как видите, их тут довольно много. Вводимые и выводимые байты посредством терминальной линии на терминал обрабатываются. Некоторые из них обрабатываются как управляющие, вот они. В частности, если я ввожу произвольные байты, а потом говорю Ctrl-U, у нас удаляется первая введённая строка. Ctrl-W удаляется, соответственно, одно слово. Обратите внимание на то, что Ctrl-U, Ctrl-W, Ctrl-H ещё это один байт удалить. Это не какие-то волшебные клавиши Ctrl и буковки. Это просто байты с кодом, соответственно, U. Я не помню, сколько. Не помню. Что-то типа 21. Не буду врать. Хотя... 75 минус 24, 31. Байт с кодом 31. Получается так. Не может быть. А, может, да. Вот. Ctrl-C это байт с кодом 3, Ctrl-H байт с кодом 10. Ну, короче говоря, это просто один байт, который при вводе с клавиатурой воспринимается как управляющий. Вот. И тут ещё целая куча параметров нашей терминальной линии. Что делать ещё? А что делать ещё? Ну, например, такая типичная ситуация, связанная с переводом строки. Дело в том, что для управления печатной машинкой... Опять вспоминаем, значит, какие-то печатной машинкой. Для того, чтобы начать печатать с новой строки, нужно провести две операции. Нужно, значит, прокрутить валик этой самой печатной машинки на следующую строчку и сдвинуть каретку на начало строки. То есть перевод строки и возврат каретки. Два символа. И традиционно при управлении внешними устройствами эти два символа и выводятся. Сначала перевод строки, потом возврат каретки. Понятное дело, что все эти современные устройства и современные представления о том, как выглядит конец файла, там только один символ, а не два, нуждаются в преобразовании. Вот эти самые преобразования тут вот и написаны. О, NLCR, Output, New Line, Carriage Return. К каждому New Line приписывается при Output и Carriage Return. И так дальше. Это всё более подробно описывается в курсе операционной системы, где рассказывается про вообще терминальные дисциплины. Нам важно ровно то, что терминал изначально работает в так называемом cooked режиме, то есть он обрабатывает вводимые символы. Чисто теоретически мы можем с помощью всего того же stty, ну давайте так сделаем, stty row, дальше cat, и дальше stty sane. Вот, с помощью того же stty перевести терминал в режим row, необработанном. В необработанном режиме, что бы мы ни набирали, оно набирается вот, видите, это был возврат каретки. Я нажимаю Enter. Там возврат Ctrl-M и возврат каретки. Я нажимаю Ctrl-J. Перевод строки. Я нажму Escape. Вот он этот Escape. Короче говоря, в необработанном режиме, что бы мы ни набирали, оно будет вводиться как отдельный байтик. И самое что неприятное, наши любимые операции Ctrl-C, которые Seagint посылал, теперь они не посылают никакой Seagint. У нас необработанный режим. Видите, я Ctrl-C нажимаю, а он просто передаётся как Ctrl-C. То есть нам придётся этот кат где-то прибить. Бэмс. Киллоу не сказал. Вот. И только после этого, после того, как мы этот кат прибили, у нас начинает работать, ну что-то начинает работать как надо. Вот. При этом команочка STY, где она тут? STY-ROW выводит терминал в режим необработанный, и STY-SANE, ну типа нормальный, в режим некоторый нормальный, с некоторыми настройками по умолчанию. Вот. Для этого же, кажется, есть команочка RESET, которая делает примерно то же самое. Обратите внимание на то, что CookedMode предоставляет даже какое-то примитивное редактирование ввода-вывода, абсолютно недостаточно, разумеется, для работы в командной строке, но как минимум оно позволяет вам редактировать текущую введённую строчку, удаляя из неё посимволно или пословно, или даже всю строчку целиком. С этим мы почти не будем иметь дело в нашем сегодняшней теме, за исключением того, что та библиотека, с которой мы будем сегодня работать, Биаптека Курсис, она как раз переключает терминал в режим RAW. И мы непосредственно работаем с терминалом, и операционная система не обрабатывает никакие входные символы. Всё это должны делать мы сами, потому что иначе неудобно. Теперь тема с выводом. Дело в том, что вот этот самый терминал, помимо того, что он умеет выводить буковки, и некоторые символы при выводе на терминал управляющие, ну вот как перевод строки, или символ Backspace, который, короче, обратный пробел, он переставляет курсор на одну позицию назад, и соответственно можно поверх одного и того же места несколько раз что-нибудь написать, ну что-нибудь такое вот, там не знаю. Что-нибудь такое, да? $, что там, i, backslash r, sleep2, да. Вот видите, там такое впечатление, будто у нас перещелкивается циферка на 1, 2, 3. В действительности здесь написано буквально следующее, напечатать, вывести, ну, 1, 2, 3 или 4, а дальше вывести символ возврата каретки, не выводя символ перевода строки. Вот, собственно, вот управление. Вот, помимо этих управлений, кажется, можно ещё вот так. Ну-ка. Нет, это звоночек. Я забыл. Я забыл. Ну и ладно, забыл и забыл. Backspace. А, вот можно даже вот так вот. Сейчас, секундочку. Доллар и... Вот. Такая же история, вот эта крышка h, это нам добрый shell так нарисовал символ именно, что Backspace, символ отрицательного пробела. Вот. На самом деле это символ с кодом, ну, соответственно, сколько там будет? h-64 с кодом 10. Вот. Или 9, я забыл. h-i. 9, не 10, а 9. Вот. Такие дела. Значит, соответственно, но это же, как это, гораздо интереснее не просто там куда-то символ двигать, а, например, например, как так получается, что на нашем экране, который выводит байты, обычные байты, появляется разноцветный текст. Почему он разноцветный? Не бывает же синих байтов, не бывает синей буквы f. Это происходит всё по той же причине, по причине того, что у нас есть понятие изменения управляющих символов вывода. Вот не только позиция курсора может изменяться, но и, например, определённая последовательность символов не выводится на экран, как дословно эти символы, а управляет нашим терминалом, например, меняет цвет или что-нибудь такое. Давайте попробуем. escape скобка 1m, точка запятой, типа включился жирный шрифт, escape скобка m выключился, escape скобка 2m, полутёмный шрифт и так дальше. То есть, escape скобка m. То есть, идея стоит в том, что выводя на экран последовательность, обратите внимание, escape отображается как крышка скобка. Это просто для нашего удобства, чтобы мы вообще понимали, что это за управляющий символ такой. Выводя на экран определённую последовательность, мы можем воздействовать на наш терминал, меняя его атрибуты и переставляя даже курсор. Ну вот в примере здесь, в примере у нас, по-моему, управление цветом. Да, escape скобка 33-44m не получилось. А, точка запятой не нужна. 44-36, ну давайте ещё раз попробуем. Escape скобка 44-36m. О, пожалуйста, голубым по-синему. Значит, escape последовательность, которая заканчивается на m, m это как раз изменение атрибутов, escape скобка, дальше цвет фона, цвет печати, кажется так. Или, наоборот, цвет печати, цвет фона, я не знаю, не помню. И смысл в том, что так можно управлять нашим терминалом, выводя туда вот вручную вот такие последовательности. Ну что ещё можно? Это очистка, escape скобка G это очистить от курсора до конца экрана. Escape скобка I это, кажется, escape скобка K. Забыл. Давайте посмотрим в шпаргалку. Давайте спросим, тогда давайте спросим. Обратите, кстати, внимание, я сказал ctrl-c, я вышел из программы cat и shell, который умеет всё раскрашивать, сбросил вот этот атрибут и накрасил так, как он собирался это сделать. Но теперь мы с вами знаем, что вот эта подсказка в действительности это не только вот эти символы Джордж, собака, эспирен и так далее, но ещё и escape последовательности вот такого типа, который перекрашивает всё в разные цвета. Вот, значит, это можно даже, знаете, как узнать? Можно, у нас же есть ls, который цветной, да? Мы можем сказать ls минус минус color равняется always как-то так. Вот, и посмотреть в этом случае раскраска будет происходить всегда, даже если вывод приходится не на терминал. Вот если, понятное дело, что ls может проверить, является ли выходной поток терминалом или он является файлом, если он не является терминалом, ничего не раскрашивается. Но мы сказали, раскрашивай всегда. Вот, давайте посмотрим, что он делает. Вот видите, сколько тут escape последовательности? Escape сколько? 0m, сбросить атрибуты. Escape скобка 36m1, раскрасить каким-нибудь, не знаю, зелёным цветом, при этом с повышенной яркостью, снова сбросить. Ну и дальше вот он, среди этих раскрасок иногда встречаются именно файлы. Вот, примерно так это и выглядит. Так, дело в том, что есть ещё такая замечательная фишка, как позиционирование курсора. Вы можете переставить курсор, вот эту вот фиговину, в произвольное место вашего экрана и начать выводить оттуда. Давайте попробуем это сделать. Вот позиционирование курсора. Escape скобка 2g. О! Escape скобка 2g, очистка всего экрана. Шикарно. Теперь давайте позиционируем курсор куда-нибудь. Escape скобка 10, точка запятой 10. Кажется аж большое. На самом деле курсор попал вот сюда, на позицию 10-10. Просто после него мы вывели сразу перевод строки. Давайте сделаем так. Escape скобка 10. Escape скобка. Это не escape. Escape скобка 10, точка запятой 10. И здесь что-нибудь такое. О! Видите? Вот сюда переставился курсор по вот этой последовательности. Дальше мы вывели... Что это такое? А, он просто мыргнул. Он так иногда делает. Это правда. Дальше мы вывели это самое EEE. Дальше мы вывели перевод строки, он перешёл сюда. Дальше всё как у людей. То есть мы фактически при некотором напряжении фантазии можем располагать всем вот этим прямоугольником экрана, выводя нужную информацию в нужное место на экран, потому что у нас есть escape последовательность, которая это делает. Ну и наконец можно в всяких исключительных случаях, например, в X-Term, можно у X-Term попросить, чтобы он на каждое шевеление мышью делал вид, будто с клавиатурой введена соответствующая последовательность. Давайте это включу. Здесь написано что? Escape скобка, вопросительный знак, 1002h. Ну давайте попробуем. Escape, сейчас давайте только так сделаем, всё очистим. Escape скобка, вопросительный знак, 1002h. Так, да? Да. Пробуем. Это я на мышь нажимаю. Это колесо. То есть каждое нажатие кнопки мыши приводит к вводу escape последовательности, которую можно считать, будто вы её нажали на клавиатуре. Почему? Потому что терминал ничего про мышь не знает на самом деле. терминал только байки передаёт. Для того, чтобы его научить распознавать мышь, нужно вот такое вот мелкое извращение. О, он не выключился, зараза. Хорошо. Escape скобка, 1002l. Я знаю, что нужно сделать. Нет. Escape скобка, вопросительный знак, 1002l. Тоже нет. А, это был не escape. Escape скобка, 1002l. Вот. Всё, заработало. Получается такая интересная история, у которой есть две части. Одна для нас более важна, а другая менее важна. Менее важная часть состоит в том, что на свете терминалов, типов терминалов, у которых абсолютно различные escape последствий, много сотен. Почему она для нас не очень важна? Потому что из этих много сотен терминалов до сегодняшних дней дожил примерно один. Так вот, стандарт на вот эти escape последствий остался примерно один. Но в действительности их очень много разных. То есть, когда-то давно каждая фирма выпускала кучу разных типов терминалов. И этих типов было много. В общем, понадобилась целая база данных, которая называется Terminfo, которое описывает, какие способности у каких терминалов есть, и какими escape последствиями они эти способности задаются. То есть, вот если я сейчас скажу InfoCMP, то мне выдастся описание текущего терминала, который называется Xterm256Color. Вот. И это все его известные способности, известные этой базе данных. Разумеется, решение о том, что мне выдаст InfoCMP, принимается не на основании взаимодействия с терминалом, потому что терминал может ничего не уметь никак отвечать, а просто на основании того, что переменный терм равняется Xterm256Color. Вот. Значит, здесь то, что начинается на букву k, и это escape последствий, которые посылаются клавишами, например, не знаю, там, какая-нибудь kF5, да? Сейчас. Я не вижу kF5. kF10 вижу, а kF5 не вижу. Они где-то раньше, наверное. А, они просто не здесь, они вот тут должны быть. kF5, вот. kF5 предполагается, что должен возвращать f5, клавишу f5, escape, скобка, 15, тильдочка. Давайте проверим это из f5. Она знала. Действительно это так. Вот. Таким образом, вся наша клавиатура, мало того, что любая из этих клавиш, за исключением управляющих, что-то делает, вот эти клавиши функциональные, это page down, вот это, ну, в общем, все клавиши, за исключением управляющих, что-то делают. Вот еще у меня на клавиатуре есть какие-то вот такие клавиши. Так еще и то, что они делают, то они передают исключительно последовательности байтов, и эти последовательности байтов запротоколированы, записаны в соответствующей базе данных. Вот тут написано, какие из них что. А вот все остальные, вот эти вот escape последовательности, это как раз управление нашим терминалом, всякая логика. Вот, я думаю, что... Сейчас давайте поищем просто... Минус один, греб, х. Вот, курсор позишн, c, u, p, закодирован в этой базе как escape скобка, дальше целое число, первый параметр... Нет, берем со стека первый параметр, выводим его как целое число, второй параметр, выводим его как целое число, и h в конце. Вот примерно так это устроено. То есть прямо даже целый язык описания, того, как могут быть устроены escape последовательности. Вот, значит, эта тема, повторяюсь, не очень актуальна, хотя меня лично, как человека, который видел еще эти терминалы, вот такие, вот такие, очень бесит, когда в современных программах просто хардкодят эти escape последовательности прямо черным по белому. Escape сколько-то, сколько-то, сколько-то. Далеко не все терминалы на них отзовутся адекватно. По-хорошему надо ходить к терминфо. Например, у нас есть такая штука, смотрите, есть утилита tput, которая, собственно, этим и занимается. Она выводит на экран соответствующую управляющую последовательность по ее названию в терминфо. Например, можно сказать так, эхо, tput, нет, просто tput, tput, какой-нибудь sgr0, нет, sgr0, sgr0, нет, тогда res0. Забыл. rs1, например. rs1, это очистка экрана и со сбросом атрибутов. Дальше tput, скажем, курсор позишн 10.10. tput, я сказал. Дальше эхо ку-ку. Дальше... О, видите, да? tput, курсор позишн, скажем, 5, 100, есть 100, 20. Эхо ку-курику. А, он стирает. Как это сделать? Можно вот так попробовать сделать. Нет. Ну, в общем, давайте так сделаем просто. 5, 20, а здесь 10, 10. Чтобы просто вас не обманывать. Ну вот, да? Значит, вот примерно так это происходит. Ну вот так, в общем, по-хорошему надо это делать так, а по-плохому, значит, люди хардкодят просто эти самые escape-посредственности прямо внутрь кода. Меня очень потеринг раздражает, который так делают. Причём он не просто хардкодит, он хардкодит какие-то совсем страшные вещи. Ну вот, а вторая и главная тема на сегодня, это, собственно, библиотека курсов, с которой мы будем работать и по которой мы будем писать домашние задания. Знаете что? Давайте я вам покажу одну фичу просто, чтобы было интересно, а потом перейдём к курсам. Давайте скачаем вот этот файл. Вот. И попробуем его сказать cut, загрузки. Сейчас, а где это? Секундочку. ETC, VV, UN. Downloads. MapTech, вот этот. Что сейчас произошло? У X-Term, у эмулятора текстового терминала под названием X-Term, есть встроена фишка эмулировать графический терминал под названием Tectronics 1440. По-моему, так он называется. Тут должна быть прямо тут ссылка. 4010. Tectronics 4010, как вы видите, выглядит как обычный терминал. Мы такой уже видели, клавиатуры ему нет. Но вместо буковок он рисует векторную графику. Из какие последовательности, выводимые на этот терминал, рисуют вверхную графику. Вот вам, пожалуйста, какая-то проекция. Меркаторская, что ли? А, именно этой проекции в траекторию Плутона. Есть ещё и такое свойство. Оно абсолютно уникальное для X-Term. Кажется, больше никто так не умеет. Но, тем не менее, как видите, эмулировать можно не только текстовый терминал, но и графический. У меня есть байка на этот счёт, но байку я рассказывать не буду, времени нет. Так вот, как нетрудно догадаться, вокруг всего этого хозяйства можно написать библиотеку, которая будет предоставлять пользователю, программирующему под Linux, некоторую воображаемую абстрактную матрицу символов, называемую терминал, квадратную, прямоугольную. И внутри этой прямоугольной матрицы можно делать произвольные интерфейсные вещи, рисовать рамочки, вводить текст в произвольное место, вводить текст из произвольного места и так далее. То есть делать такой, что называется TUI, текст юзер интерфейс. Отказавшись от, как это правильно сказать, от метафоры пишущей машинки, со всем. И вместо него используем метафору прямоугольного массива с символами, причём с символами цветными. Таким образом можно писать программы типа вот такой. Это Midnight Commander, это текстовый файловый менеджер, похожий по интерфейсу на когда-то очень популярный, нынче заслуженный, окончательно забытый, Нортон Командер со всякими пирожками. Люди примерно моего возраста, они вообще понимают, зачем это нужно, такие вещи любят, но не я. А люди чуть помладше уже не понимают, зачем всё это синенькое нужно, в чём тут бонус, почему надо нажимать какие-то функции. Но тем не менее, обратите внимание, что наш экран, который воспринимался нами как такая бумажка печатной машинки плюс немножко бонусов, превращается в полноценную текстовую матрицу, с которой мы как-то работаем, что-то там рисуем. Вот ровно этой библиотекой мы с вами и будем заниматься. На сегодняшний день главная реализация курсис, который был несвободным в старых Unix, называется N-курсис, её делает Томас Дики. Это тот же Томас Дики, который делает экстерм, вот этот самый эмулятор терминала. В общем, он такой главный носитель знаний на этот счёт. Библиотека N-курсис предоставляет интерфейс программисту на C, независимый от типа терминала. Если терминал что-то умеет, он это сделает. И даже если он не умеет, но можно его заставить, например, очистив экран и всё пересылав с самого начала, он это сделает. Например, в нём нельзя позиционировать курсор, но можно очистить экран, курсор попадёт в левый верхний угол, а потом можно вывести там, не знаю, 10 переводов строки и 10 пробегов. И тогда всё будет хорошо. Да, значит, независимость от типа терминалов. Экран это матрица символов, об этом мы говорили. И работа с этим воображаемым прямоугольником под названием экран происходит следующим образом. Функции, которые вы вызываете, они заполняют этот экран, а потом вы говорите обновить. И экран обновляется отдельной командой. Ну вот, давайте уже начнём программировать немножко. Для этого мы зайдём на LinuxPrag. Для того, чтобы зайти на LinuxPrag, мы сначала ключик подгоним. Секунду, я подгоню ключик. Вот. LinuxDev, вот у нас есть LinuxDev 2023. У нас есть сегодняшнее занятие. Сейчас я его прямо на терминал project. И в нём мы будем делать примерчики. Так. Значит, что мы должны сделать? Ну, естественно, мы должны ввести... Да, значит, STD.OH нам не понадобится, потому что весь вывод мы тоже будем делать с помощью Curses. Вот. Да. Дальше. Для того, чтобы заинициировать работу с Curses, нужно, во-первых, перевести терминал в тот самый RAW-режим, помните? Который при каждом нажатии на клавиши что-то делает. Если мы этого не сделаем, то у нас будет построчный обмен данными с системой. Ну, естественно, какая-то псевдографика в виде, вот как мы делали, мы видели Midnight Commander, но требуется не будет. Это делается и нитскр. 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 Вот он. Дальше мы должны включить, ну, допустим, куда-нибудь курсор куда-нибудь на центр. Move – это позиционирование курсора. Lines – это текущая высота экрана, который вычисляется в момент инитскрина. Ну, допустим, пополам, ну, минус 1. Columns – тоже пополам, ну, скажем, минус 20. Вот. Да. И добавим в это место add. Какое-нибудь хило. Вот. И это мы заполнили нашу матрицу. Вот по этим координатам, какой-то строчкой. Да. Ещё мы должны как-то сказать обновить этот экран. Для того, чтобы обновить экран, можно либо вызвать специальную функцию update. По-моему, так. Вот. Либо, поскольку нам всё равно, если мы сейчас это напишем, то у меня программа запустится и тут же остановится. Либо что-нибудь ввести. Но когда мы будем вводить с экрана, нам апдейт уже не понадобится, поэтому мы его сейчас закомментируем. Ну, вернее, нет, давайте так сделаем. Тут ещё напишем яндэскр. Яндэскр. Вот. Так, что тебе не нравится, коровище? Там что-то со скобочками. А-а-а. Да. Спасибо. Да. Ну-ка. Ну, это не помогло. Ну, давайте попробуем. Что? Так. Колс, да. Видимо, такой константы просто нет. Так. А. Ну, естественно, мы должны сказать ему минус L курсис, потому что библиотека, библиотека, с которой мы компонируем, это курсис. Это, кстати, ещё одна тема на сегодня. Так. Апдейт и яндскр. Он не хочет ни яндскр, ни апдейт. А что я сделал не так? Яндвин, потому что они скр. Вот. Апдейт. Ну-ка посмотрим. Нет такого апдейта. Ну, там гейч. Это понятно, что там гейч. Я хотел просто вызвать другую функцию, которая просто обновляет экран. А сейчас нет. Погодите. Погодите. Сейчас. Секундочку. Или рефреш какой-нибудь. Да. Давайте мы пока что гейч этот закомментируем и напишем рефреш. Вот так должно заработать. Вот. Обратите внимание, что оно брюк что-то сделало и тут же вышло. Мы даже не видим всей этой истории, хотя мы определённо подозреваем, что оно вывело на экран вот в другом месте всё, не там, где собиралось. Да? Значит, давайте тогда мы поменяем рефреш, поменяем на… Так, и ещё яндвин. Кстати, обратите внимание на то, что сейчас у нас, если не сделать яндвин, получится вот такая ерунда. У нас терминал окажется в немножко недоделанном режиме. Например, переводы строки у него не превращаются в правильные переводы строки. Вот. Соответственно, вот, какая безобразие. Поэтому надо обязательно сказать яндвин, чтобы он вошёл в нормальный режим. Вот здесь нету ONLCR. Вот. Видите? Он не преобразует обратно. Вот. Поэтому надо обязательно сказать яндвин. Вот. Вот мы его компилируем. Обратите внимание на то, что если мы не сказали минус О, то у нас… А-аут называется файл. Вот. Вот. Сделаем с td-rescent. Теперь всё будет хорошо работать. Ну вот. Значит, так что не забывайте делать инвин. Но мы всё равно не видим, как это работает. Поэтому давайте вместо рефреш поставим гетч. То есть прямо сейчас мы вообще ничего не видим, потому что у нас открывается окошко, это вот графическое, ну, псевдо-псевдо-графическое. Там что-то рисуется, оно тут же закрывается яндвином. Как бы программа не делает ничего. Вот. Сейчас, секунду, у меня тут какая-то русские буквы включились. Вот. Давайте вместо рефреша сделаем гетч. Вот. Гетч автоматически вызывает рефреш, потому что перед тем, как вводить что-то с клаватуры, надо обновить содержимое нашего экрана. И вот теперь это будет выглядеть уже, я думаю, более правильно. О! Вот мы сейчас нажмём Enter, и он вылезет оттуда. Кстати сказать, знаете, как устроена такая волшебная штука, что у нас очистился экран, мы нажали Enter, а у нас возникло старое его содержимое. Никак. Это специальное свойство терминала. Escape последовательность, запомни старое содержимое экрана, переключись на другое, выведи, а потом переключись обратно. То есть столько вот безумной логики было надумано ради того, чтобы можно было текстовый интерфейс описать. До сих пор от неё невозможно отказаться, потому что по многим причинам. В частности, потому что, как вы могли заметить, я сейчас нахожусь на удалённом компьютере, который является виртуалкой на моей рабочей машине, у меня на рабочем месте в компании Bazelte Sport. И тем не менее мы видим, что можно пользоваться какими-то интерфейсами, вполне себе пользовательскими, Ui какими-то пользователями. Ну вот, значит, обратите внимание, что для того, чтобы собрать что-то с библиотекой, нужно эту библиотеку подключить, если мы так не сделаем, получится вот такая фигня. Также обратите внимание на то, что порядок важен, потому что если мы скажем вот так вот, то компоновщик скажет, смотрите, вы мне показали библиотеку, ни одной функции из неё не нужно. Потом он посмотрит на этот файл, ну уже скомпонованный на .o, скажет, ой, а тут какие-то ссылки, видите? И только в случае, когда мы сначала указываем файл, в котором нужны востребованные функции, а потом указываем библиотеку, он будет компилироваться. Ну и наконец, для того, чтобы называть бинарник как-то не a.out, его можно называть, например, минус o, q1, тогда он запустится. Такие дела. Значит, чуть-чуть подробнее о том, что такое компоновка программ, по идее, вам должны были рассказывать в осях, но, разумеется, мало кто помнит, есть некоторый пояснительный текст про компоновку программ, который у нас сегодня, кажется, в лекцию не влезет, если влезет, я его воспроизведу, но если нет, сходите, почитайте все вопросы на эту тему, если вам хочется ещё что-то знать, задавайте мне, я этот оффлайн-кусок просто дополню. Мне тут советуют настроить Vim, я знаю, что Vim надо настроить по-другому, ну посмотрим. Но, кстати, нет, давайте уж, раз нам замечают человек, что надо бы в конфиге Vim поставить Shift-Vim 4, чтобы табуляция была 4 символа, то это категорически неправильно. Сейчас я вам скажу, почему это категорически неправильно. Это важная тема табуляции, она у нас сегодня ещё возникнет в неприятном ракурсе. Что такое вообще символ табуляции исторический? Исторический символ табуляции – это такая клавиша на печатной машинке, на которой мы нажимаем, и каретка отъезжает сразу на несколько символов вправо до очередной прищепки, которая называется табулостоп. Вот вы расставляете на такой линеечке эти табулостопы, и при печати таблиц вы пишете там что-то, жмёте на таб, и каретка отъезжает до следующего табулостопа. Такая вот синтетическая штука, восходящая ещё и к эпохе механических печатных пишущих машинок. В X-Term, например, можно определить свои табулостопы. Там можно сделать так, чтобы табуляции были не по 8 символов, не по знакоместам, кратным 8, а где-нибудь ещё. Делать этого не надо. Это всё тяжёлое наследие как раз механических печатных машинок. Но традиционно размер табуляции считается 8 символом, не 5. То есть при выводе на экран даже не просто 8, а кратным 8. Смотрите. А, B, минус E, для красоты. Что сейчас произошло? Вывелся символ A, потом вывелся символ табуляции, потом символ B. B оказалось на позиции знака места кратной 8. Если я напишу вот так, будет то же самое. А если я напишу вот так, она сдвинется ещё раз направо. Кратной 8, не 4. Так себя ведут большинство устройств ввода-вывода, когда на них выводишь символ табуляции. Поэтому приравнивать размер символа табуляции к 4 – это очень плохая идея. Всем будет плохо. Тап-сайд должен быть обязательно 8. А вот shift-width, который наш слушатель с ником Чоми предлагал приравнивать к 4 – ну, бога разин. Хотя, например, дисциплина разработки программ кода на C под Linux kernel говорит, что табуляция 8 символов. Если вы написали такой код, который уехал за правую границу экрана, потому что у вас очень большой уровень вложенности, то у вас очень большой уровень вложенности о редизайне. Неправильно переделывание. В этом смысле, в плане самой дисциплины, хорошо бы делать табуляцию 8, тогда вы не сможете написать слишком вложенный код. Ну вот, это к вопросу о замечании Чоми, это замечание по делу. Ну, здесь я объясняю, что тут… El cursus – это имитация очень-очень старого варианта в библиотеке cursus, которая не умеет в русские буквы. Смотрите, если я напишу сюда не хило, а привет, то получится всякая ерунда. Пробуем. Вы узнаете надпись «Привет все»? Я тоже нет. Хотя там какие-то буквы видать. Почему так? Потому что библиотека cursus не рассчитывает на символы, у которых старший бит равен единице. То есть на чистой аске с кодировкой с кодами от 0 до 127 только рассчитывает. Соответственно, этот старший бит используется для каких-то внутренних целей. Так было в очень многих старых версиях Unix. Поэтому давайте мы сразу будем говорить вот так. по API encursus и encursus-v совмещены, но по крайней мере оно работать будет. Ой, нет. Еще я сделал неправильно. А, еще локаль нужно установить. Вот. Как видите, стало только хуже. Почему? Потому что запущенная программа не знает, в какой локале ее запустили, думает, что это ASCII и не хочет вводить вообще ни один из этих символов. Окей. Значит, надо модифицировать ее. И прописать в ней, так, что там. Locale h. Locale, я сказал. И вот здесь вот перед всем сказать set-locale, что там. Lcol, дефолтный. Lcol, давайте. Какой там ru-ru-tf8. Вот. Кажется, так должно заработать. Пробуем. Не работает. Что я сделал неправильно? По идее, должно работать. Я не знаю, что я сделал неправильно. Хорошо, я с этим разберусь. Это может быть моя... Дело в том, что монтейнер этого пакета в Sisypia не исключено, что я что-то накосячил. Вот. Все просто. Не работает. Странно, странно. Давайте эту тему пока мы не будем трогать. Я себе это запишу, что надо отлазить к следующему разу. Но это должно работать. Вот. Давайте подвинемся чуть дальше. Я, с вашего позволения, не буду весь этот код писать в онлайне, потому что это долго. Я его скопипащу, мы его просто почитаем. Хорошо? Ну, потому что иначе у нас времени не хватит на все это, а у нас еще есть одна маленькая подтема. Значит, вот мы его скопипастим сюда и посмотрим на него. Значит, это уже какая-то развесистая программа, которая будет оперировать понятием окно в библиотеке Курсис. То есть у вас будет часть экрана выделена под окно. В это окно можно писать именно в него. Несколько окон могут накладываться друг на друга, быть одно под другим. Короче говоря, такой текстовый оконный интерфейс. Вот. Здесь все как обычно. Да, init.sqr – это, значит, инициализация курса. Но эхо – это чтобы мы то, что набирали на клавиатуре, немедленно не отображалось на экране. Кстати, я обещал показать, как это делается. Смотрите, stty, но эхо. Ну, минус эхо тогда. А, нет, так не работает. Черт. Сейчас. А как? А! Вот. Вы не поверите, но я набираю на клавиатуре, но оно не выводится. Потому что я сказал, утилит, который управляет терминалами, не выводить то, что я вывожу. И да, у нас раздельное управление терминалом. Вот я ввожу, вводится-то вводится, а выводится только, когда он захочет. А если убрать это самое, с stty, сказать, то оно вполне себе работает. Ну вот. Это к вопросу о том, зачем здесь написано эхо. Но эхо написано для того, чтобы нажимаемые мною клавиши немедленно не отображались на экране. Сибрейк. Сибрейк включает режим, при котором... То есть так же и пароль вводится? Да, разумеется. Разумеется, так же и пароль вводится, конечно. Сибрейк включает режим, при котором каждое нажатие на клавишу немедленно приводит к передаче соответствующего байта в систему. Потому что на самом деле у нас в обычных случаях терминальная линия накапливает байтики, пока вы не нажмете перевод строки, и только после нажатия на перевод строки все передается в систему. И пока вы это не сделали, можно даже отредактировать, удалить слово и так далее. Сибрейк приводит к тому, что любое одно нажатие приводит сразу к передаче байт на экран. Дальше мы что делаем? Здесь мы просто пишем слово window куда-то в верхний левый угол. А дальше мы заводим новое окно определенных размеров. Дальше мы включаем режим keypad. Режим keypad говорит вот про что. Мы сейчас это проверим. Когда вы нажимаете не клавишу обычную с буковкой, а скажем F5, F6, insert, home и так далее, что вам возвращается? Если режим keypad выключен, вам возвратится прямо escape последовательность. Escape что-то, помните, мы F7 нажимали, escape скобка 7, что-то такое. А если вы включите режим keypad, вам вернется внутренний эндкурсовский номер клавиши конкретно M7. И из нее даже можно будет ее имя вытащить с помощью функции key name. Scroll ok означает, что ваше окно будет скроллить внутри себя, и это тоже делает за вас курсис. Вывод, то есть вы можете туда выводить много-много строчек, и самые верхние будут пропадать, а самые нижние будут рисоваться. Box, собственно, нарисует рамочку в этом окне в виде псевдографики. Vmove это то же самое, что move только внутри окна переместит курсор по относительным координатам внутри окна на позицию 1.0. И дальше мы будем в цикле внутри этого окна вводить символ до тех пор, пока он не равен 27, это escape, и выводить его номер и его имя с точки зрения курсис. При включенном кейпазе я вангую, что буковки будут превращаться в буковки и их аске коды, а вот клавиши типа home, end, f или f7 превращаются в имена собственно этих клавиш. Давайте все это проверим. Так, что там у нас? Это win1 минус owin, а еще минус l-курсис. Вот, вот я нажаю на клавиши, вот я сейчас буду ради эксперимента нажимать на f6. О, видите, коду этой клавиши 270, но это внутренний код encursis, на самом деле это какая-то синтетическая штука. Мы сейчас кейпайд отключим, мы увидим, что на самом деле он посылает некоторую из кейппоследовательность. Это клавиша home, это клавиша end. Обратите внимание на то, что режим скролла нам автоматически поддерживается этим самым курсами. Сейчас нажму на escape и все закончится. Вот, пожалуйста, я нажал на escape и все закончится. Давайте мы по-быстренькому уберем отсюда кейпад, чтобы посмотреть, как это без режима кейпад будет работать. Вот я нажимаю f2. Ой, а знаете, что произошло? f2 же на escape начинается? Ну и вот. Давайте не 27, а что там, 32. Пробел. Вот, f7, помните? Escape, скобка, 18, тильдочка. Кстати, другой режим. Вот, home, end, вот, escape. Вот режим кейпад выключен. Каждая клавиша, на которую нажимаю, возвращает прямо escape последовательность. Ту, которую она вот изначально и возвращала. А выход по пробелу. Такие дела. Всё, у нас осталось 0 минут, а у нас есть ещё одна важная тема. Правда, мы её будем обязательно проходить в следующий раз. Это тема makefile. Тема makefile нужна в этом сегодняшнем занятии, потому что в домашнем задании обязан быть makefile. Если кто-то из здесь присутствующих про make ничего не знает, то пока что знать нужно только две вещи. Вещь первая. Make это такой инструмент, в котором вы описываете цели, которые вы хотите собрать неважно каким способом, исходники, из которых эти цели собираются, и рецепты, при помощи которых из исходников собираются цели. Это первая вещь. Описание as simple as that, ровно так и выглядит makefile. Цель, исходники, рецепт изготовления цели из исходника. Потом вы говорите make, и он говорит для того, чтобы... Сейчас давайте мы прямо напишем makefile. А второе, что вам нужно знать, и это, к сожалению, важно, это то, что в makefile значащим символом является табуляция. Если ваш редактор заменяет табуляции на пробелы, вы не сможете создать нормальный makefile. К сожалению, это так. Уж больно, это старый формат. Так, значит, мы пишем, что win делается из win.c. при помощи cc мы можем сразу написать $ исходник минус $ target из входного файла выходной минус l n cursis v. А цель clean, например, делается не из ничего, и она удаляет всякие лишние файлы. rem-rf, звездочка тильда, звездочка тильда, я сказал, звездочка o, точка o, ну и просто o. Я любую файлы, которые начинаются на o. Ну вот, смотрите, make... Цель win не требует обновления, потому что файл win старше, новее, чем файл win.c. Если мы его просто отредактируем, этот win.c, и просто его перезапишем, даже ничего не изменив, выяснится, что файл win.c теперь младше файла win, потому что у него 41 минута, а тут 38. И make захочет его собрать. Вот он его собрал, воспользовался рецептом. Вот, а еще out надо написать сюда, еще out. Вот, значит, make clean, поскольку у нас есть рецепт, и он делается из ничего, вот он его запустит, каждый раз будет запускать. Вот такие вот дела. Давайте тогда еще здесь запишем win в качестве клина. Только не так, а вот так. Вот, значит, что, блин, а, я не на ту клавишу, я тороплюсь и нажимаю не на ту кнопочку. Ну вот, значит, clean. Да, кстати, обратите внимание, что добрый ZShell умеет делать вот так. Я сейчас tap нажму. он говорит, что вы хотите сделать? Clean. Удобно. Значит, и make. Да, значит, еще раз. Символ табуляции в make файле является значащим. Вот он. Вот. Если там будут пробелы, классический make просто не заработает. Ну, к сожалению, это так. Как это проверить? Вы можете, во-первых, в вашем редакторе может так случиться, что эти самые табуляции, видите, они обозначаются какими-то специальными символами. вы можете в каком-нибудь виме сказать вот что-нибудь такое, и они прям покажут эти табуляции в нужных местах. Ну и, естественно, отключить в вашем редакторе преобразование табуляции в пробелы и обратно, потому что иначе это работать будет плохо. Вот. В принципе, есть таблетка, она не очень удобная, которая состоит в том, что вы можете конкретно в GnuMake переопределить префикс, с которым начинается рецепт. Вот. То есть можно сделать так. Можно взять этот make файл. При этом, естественно, раскраска вся поедет к чертям, потому что никто не ожидал такой подставы. Но можно написать что-то типа равно, там, не знаю, бибячка, не бибячка, ну какой-нибудь символ. Да хоть вот такой. И вместо табуляции использовать вот так. Работать будет. Как будет работать? Будет работать. Вот. Но это уже на самый крайняк. Я рекомендую всё-таки справиться с табуляцией. Вот. Собственно, всё. Давайте мы уже и так выжали много времени. Домашнее задание. Домашнее задание сложное, потому что вам придётся проявить все три скилла, о которых шёл сегодня разговор. Скилл чтения документации, скилл программирования на хи простого. И вот это вот на практике все эти команды научиться делать и даже сделать маленький-маленький make файлик вот такого размера. Домашнее задание, значит, состоит в следующем. Вы, во-первых, делаете в вашем репозитории подкаталог, в котором будет лежать решение. В этом подкаталоге должен быть обязательно make файл. И я даже думаю, что я поправлю требования так, чтобы make файл создавал программу с известным именем. Имя вашей программы должно называться, ну скажем, show. Давайте это прямо сейчас поправлю. Файл должен называться show.c, извините, это требование домашки. И программа должна называться show. Сейчас, где это? Вот здесь напишем. Исполняемый файл должен называться show. Это было слово исполняемый, а ты что на меня пишешь? Вот так. Show я сказал. Вот. Да. Что это за show файл? Это программа, которая позволяет как-то просматривать содержимое текстовых файлов. Вот. Минимальный набор требований описан вот здесь. Передавать имя файла через argv. Файл должен показываться в окне. В первой строке этого окна должно быть показано имя файла. Вот. Где это? Вот. Да. Весь файл можно считывать в память, не заморачивайтесь. При нажатии пробела нужно прокручивать на одну страницу или там как придумаете. Вот. Магнабар многобайтов придёрок поддерживать не надо. Ну вот примерно вот так это должно выглядеть. Хотя здесь уже сделано больше, кажется. Да. Значит, вот это 19-го или 20-го года. Вот примерно так. Вот он показывает файл с номерами строчек, обратите внимание. Вот. Вот. Если вам лень, если у вас получилось слишком просто всё это, вам хочется поупражняться ещё в курсах, реализуйте вот этот сдвиг вправо-влево, как здесь в ролике. Вот. И там поезжал, поезжал. Ну короче, что хотите делать. Я в какой-то момент заморочился и написал вот такую программу, которая делает буквально следующее. В ней есть ещё цвет, в ней есть русские буквы. Вот. Только подсветку синтекса я не сделал. Ну вот. Ну это уже как бы на любителя. Значит, понятное дело, что это уже довольно много кода получится. Понятное дело, что вот ваши минимальные требования. Не забудьте, пожалуйста, опубликовать эти решения в репозитории. Вот. Проверить, что всё это работает. И сразу говорю, общее требование к вашим репозиториям не хранить в репозитории генераты. То есть вот этот файл шоу не надо там хранить, объектники не надо хранить. Всё это надо удалять, в gitignore положить. В общем, вот. Вот такое задание. По дедлайну неделя на решение, ещё неделя на полцены, всё остальное время четверть цены. Ну, как обычно. Вот. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. А в то время у нас уже вышло прямо. Нет вопросов. Точно нет. Это хуже. Это называется терминальная линия. Операционная система для вас, для того, чтобы не перегружать однобайтным постоянным обменом, накапливает строку, пока вы не нажмёте на енде. И только потом она отсылается туда. Дело в том, что вот терминалы как таковые работали ровно так. Вы набирали что-то на клавиатуре, он тут же это отображал на экране, ничего никуда не пересылая. Потом нажимали ентер, он пересылал это в компьютер. Но, естественно, это всё было очень давно. Но много-много-много legacy. Да. Это правда. Ещё вопрос. У меня вопрос. Нормальная аудитория? Нам, в общем, тут видно. Не будем отсюда пытаться уехать. Вполне. Тогда я напишу, что мы вполне. Всё. Тогда всем спасибо. Мы и так уже, по-моему, просидели больше, чем надо. В следующий раз у нас разговор про мык более плотный, потому что мы только его затронули, а это такая тема условно-бесконечная. Вот. И про то, как собирать проекты из нескольких файлов. Вот. Всё. Всем спасибо и до встречи. Спасибо.